Музыка Гаврасундара Прабу, представитель ващнавской традиции, ответит на вопрос... Прежде всего он является для меня праздником любви и актом преданности, то есть то действие, то служение, которое я могу предоставить Господу. И, конечно же, одна из главных чертов этого праздника, то, что Господь, Он проявляется для всех в этот день. То есть Он выходит на улицу и показывает Себя всем, вне зависимости от нашей квалификации, либо от развития духовного, скажем, остальных людей. И кто-то может сказать, ну, как это можно, как это возможно увидеть Господа. Господь, Он же трансцендентен, Он духовен, Он недостижим для материальных чувств. И ответ будет такой, что на самом деле видение Господа, оно зависит от наших глаз. Буквально и также фигурально, в переносности. То есть наши глаза имеются в виду... Если эти материальные глаза, которые называются на сунскрите, называются Сва-Чакшуш. То есть эти материальные глаза, которые могут видеть только материальные элементы. Материальные элементы. Три материальных элемента, да? Есть также, в соответствии с Багавадгитой, есть также Дивья-Чакшуш. Это божественные глаза, которые дадут возможность увидеть то, что находится за пределами наших чувств. То есть какие-то другие любительные вещи, которые непостижимы для нас в нашем состоянии. Но этого мало, чтобы увидеть Господа. На самом деле, чтобы увидеть Господа, нужны глаза преданности. И эти глаза преданности называются бхакти-шактами. Что значит, глаза, умощенные бальзамом любви. То есть говорится, что, во-первых, это не особые какие-то глаза, которые надо вставить себе или вводить очки какие-то специальные. То есть это глаза под определенным углом зрения. Так это не умощенные преданностью или сантиментами, или чувствами любви. И тогда Господь может проявить себя, открыться. И тем не менее, Господь, так или иначе, милость в любом случае, Он может проявляться даже в материальных людях. Поэтому сегодня этот праздник, это одна из его замечательных особенностей, то, что Он проявляет Себя в этих материальных предметах, в этих формах. Эта форма очень трансцендентная, она очень эзотеричная. То есть есть много историй, объясняющих, почему Он не пришел в эту форму. Но общий ответ будет, что это символический праздник людей, и Господь проявляет для Себя, для всех. И мы можем в этот день совершить акт преданности, попытаться с помощью этого действия притянуть Господа назад в наше сердце. То есть мы тянем эти колесницы. Это символически обозначает выражение акта преданности. То есть мы возвращаем Господа в наше сердце. И восстанавливаем наши утерянные вечные взаимоотношения, которые мы утеряли с незапамятными. Поэтому сегодня это замечательный день. То есть мы очень счастливы, мы рады танцевать, петь, воспевать все дни. И созерцать Господа нашими материальными глазами. Харе Кристос. Харе Кристос. Мы рады приветствовать вас на этом замечательном древнем празднике культуры Индии, который называется фестиваль Колеснис или фестиваль Радхаятра. Этот праздник уходит корнями в далекое прошлое. Многие, много тысяч лет назад он проводился, проводится и, надеемся, будет проводиться везде по всему миру. Смысл этого праздника заключается в том, чтобы возвратиться к нашим изначальным духовным истокам, понять нашу природу, пробудить нашу любовь к абсолюту, стать счастливыми, дарить людям мир, любовь, тепло и заботу. Сегодня у нас будет шествие Колесниц, поэтому мы обращаемся ко всем вам. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому праздничному великолепному торжеству. На Колеснице находятся удивительные божества Джаганарх, Маладева и Субадра. Есть очень древнее традиционное поверье, гласящее, что тот, кто смотрит на эти божества во время этого фестиваля и особенно тянет колесницы, канаты вернее, колесницы, тот обязательно вознесется в небесное духовное царство. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok